Как можно сделать искусственный интеллект в игре Тетрис? И немножко информации на сопутствующие темы. В общем, что означает вообще создать искусственный интеллект для игры? Собственно говоря, это значит создать алгоритм, который умеет играть в эту игру гораздо лучше, чем человек. И так, чтобы получить максимальное количество очков. Я решила, что Тетрис это достаточно простая и всем известная игра, поэтому это хорошая идея для того, чтобы показать применение искусственного интеллекта именно на этой игре. Для начала, чтобы точно знать, с чем мы имеем дело, есть несколько правил этой игры. Во-первых, то, что у Тетриса есть 7 типов тетрамина или просто фигуры, которые падают. Также каждую из этих фигур можно крутить на 4 угла. Это 0 градусов, 90 градусов, 180 и 270. Также поле Тетриса состоит из 10 клеточек по ширине и 22 клеточек по высоте. При этом две первые сверху спрятаны. Также интересно то, что эти тетрамины генерируются случайным образом. То есть мы как бы не знаем, какие будут они через 2 или 3 фигуры. Также интересно то, что мы видим следующую фигуру, чтобы нам было легче разработать стратегию. Когда мы собираем целую линию снизу, то она у нас очищается, соответственно, мы получаем больше очков. И последнее правило, что игра заканчивается, если хотя бы какая-то линия достигает высоты нашего гряда, то есть достигает высоты 22 клеточек. Ну и слева можно увидеть примеры наших фигур. Каждая из них также обозначена буквой, наиболее похожей на каждую из фигур. Но интересно то, как же все-таки посчитать лучший вариант для того, как расставить фигуру. Есть такое определение, что можно выбрать лучшие параметры. Первое — это количество полных линий. То есть, например, у вас было какое-то состояние игры, дальше вы добавили фигуру. И вы можете посчитать, сколько у вас на данный момент с этой фигурой есть полных линий. Например, на рисунке слева их два. Также это значение улучшает наши очки, и поэтому мы собираемся максимизировать это значение, то есть сделать его самым большим, каким только можно. Следующее — это общая высота наших столбцов. Например, на рисунке справа видно, что мы можем обозначить высоту каждой из колонок, и, соответственно, общая — это сумма всех высот. Для того, чтобы выиграть, нам нужно сделать так, чтобы это значение было как можно наименьшим. Поэтому нам нужно его минимизировать. Следующее — это количество дыр. Как только появляется дыра, это значит, что эту линию мы не сможем еще в течение нескольких раундов очистить, поэтому это для нас не очень хорошо, и мы тоже будем минимизировать это значение. И последнее — это количество, разница между колонками. Например, если самая левая у нас 3, а правая у нас 5, то разница между ними, очевидно, 1. Но нас именно интересует модуль разницы соседних колонок, то есть то, насколько крутой склон, скажем так, у каждой из колонок. И также это значение для нас не очень хорошее, потому что это значит, что будет тяжелее поставить фигуру, поэтому это значение мы тоже будем минимизировать. Соответственно, мы получаем то, что для того, чтобы посчитать лучший вариант, у нас есть некоторые коэффициенты, это АВЦД, и каждый из них мы умножаем на соответствующее значение из тех четырех, о которых мы только что говорили. То есть это общая высота, количество полных строк, количество дыр и количество общей разницы между соседними колонками. Но, собственно, из этого выходит очень много вопросов. Как определить эти четыре значения? Как понять, что эти числа АВЦД должны быть положительными или отрицательными? Как вообще убедиться, что это действительно хорошее решение? И как оптимизировать поиск? То есть мы знаем, что у нас бесконечное количество чисел, и как же все-таки выбрать эти четыре числа? Казалось бы, это не такая легкая проблема, но есть один очень интересный способ, как с ней можно побороться. И это генетика. Есть такие алгоритмы, они называются генетические или эволюционные алгоритмы, были придуманы еще в 1954 году в Принстонском университете. Интересно то, что они полностью идентичны теории Дарвина об эволюции. Соответственно, числа, которые используются в этих алгоритмах, они эволюционируют точно так же, как клетки в нашем ДНК. Также важно понимать, что в отличие от многих алгоритмов машинного обучения, это не классификация или кластеризация, это именно алгоритмы оптимизации, для того, чтобы было легче найти нужные числа. Также это один из самых известных алгоритмов для создания искусственного интеллекта. Ну и, собственно говоря, из чего же он состоит? Есть такие параметры, как селекция, фитнес, кроссовер, мутация, а также удаление плохих кандидатов. И об этом дальше. Первое – это генерация. Что вообще такое генерация в понятии генетических алгоритмов? Все очень зависит от того, в какой задаче это использовать. Наша задача – это четыре числа, которые являются вектором. В биологии – это ДНК. Если использовать генетические алгоритмы вместе с нейронными сетями, то они могут просто генерировать любой перцептрон. После того, как мы с вами сгенерировали много значений, например, около тысячи, нам нужно как-то выбрать самые лучшие из них. Есть такой параметр, как фитнес, и мы считаем самых лучших кандидатов по этому параметру. После того, как мы выбрали их, точнее, мы выбрали 10% от всей популяции, то есть от этих тысячи, которые мы сгенерировали. Также после того, как мы выбрали эти 10%, на каждом этапе выбирается мама и папа. Что такое этот параметр фитнес? Это некая мера того, насколько хорошим кандидатом является этот вектор или этот ген. Например, если это ген человека, то можно узнать, насколько хорошо он переносит болезни, насколько он может переносить какие-то аллергены. Если же это вектор, то мы можем посчитать по какой-то конкретной формуле. Важно то, что фитнес нам должен возвращать конкретное значение, то есть для того, чтобы мы могли сравнить, например, у кого-то фитнес 20, а у кого-то 40. Поэтому мы можем выбрать тех, у кого 40, потому что он самый лучший. Ну и также очень зависит от параметра, от конкретной реализации. После этого происходит самое интересное. Это называется кроссовер. В нашем случае, в человеческом случае, это деление клеток. Тогда, когда ребенок берет самое лучшее, хотя не всегда это самое лучшее, от матери и от отца. На картинке видно, что мы выбираем какие-то случайные параметры у матери и у отца. Соответственно, мы получаем нового кандидата, нового ребенка. Но если говорить более о терминах программирования, то на самом деле это некая средняя мера всех характеристик матери и отца. И после этого происходит мутация. Проблема в том, что популяция, например, первые тысячи сгенерированных образцов могут иметь какие-то недостатки. Например, почему-то генерация произошла так, что один из параметров получил очень маленькое значение, и нам это не подходит. Именно для этого существует мутация. Это такой процесс, когда берется случайный пример какой-то характеристики. Например, пусть это будет, не знаю, стойкость гена к аллергии на амброзию, например. И тогда мы должны посмотреть, насколько мы уменьшим или увеличим этот ген. В нашем случае мы никогда не можем сделать мутацию более чем на 20% от характеристик, если это количественная характеристика. И также мутации подвергаются не более 5% популяции, то есть тех генерированных значений, которые мы получили. И после того, как мы получили новых детей, которые подверглись мутации, и их количество достигло, например, третьей всей популяции, то мы можем наконец-то заменить плохих кандидатов, которые нам не подходят. Под плохими имеется в виду то, что у них самое маленькое значение фитнес-параметра или фитнес-функции. То есть, когда мы получили новых детей, мы можем заменить ими плохое население. Собственно говоря, это повторяется совсем не один раз, а может, например, произойти даже изменение в 100 поколений детей, которые мутируют, которые выбираются лучшие из них с помощью селекции. И только, например, через 100 поколений мы сможем получить результат, который нам необходим. Но вопрос в том, как же это используется в ТЭТЭСе. Это используется так, что благодаря именно этому кинетическому алгоритму мы можем определить и эти числа А, Б, С и Д. Соответственно, вначале мы генерируем их случайным образом. Мы можем сами задавать, сколько нам нужно количество. После этого мы можем выбрать те, которые больше всего подошли по фитнес-функции и в итоге удалить те, которые имеют самое маленькое значение фитнес-параметры. Под фитнес-функцией для игры ТЭТРИС имеется в виду количество очков, а именно количество строк, которые мы смогли удалить с помощью подстановки новой фигуры. То есть, как это происходит? У нас есть поле, заполненное некоторыми фигурами. У нас есть фигура, которая падает, и фигура, которую мы знаем, что она будет следующей. А дальше мы должны решить, в какое же место поставить эту фигуру. Если посмотреть обратно на все возможные фигуры, то мы видим, что у нас есть 4 варианта. Это 4 варианта вращения этой фигуры, но кроме этого у нас еще есть как минимум 10 вариантов расстановки. То есть, это может быть от самого левого столбца до самого правого. Что же делает фитнес-функция? Она берет и прогоняет игру для конкретного угла и конкретной расстановки фигуры около 100 раз. Соответственно, в конце концов, она понимает, что вот это значение, формула лучшего выбора, наибольшее. При этом нужно понимать, что те параметры, которые мы минимизировали, а именно коэффициент А, С и Д, должны быть отрицательными для того, чтобы получить самый лучший результат. Таким образом, каждый вектор играет больше 100 раз в игру. Это достаточно долгий процесс. Но в итоге, в самом конце, мы получаем популяцию, которая прошла через 100 поколений, и у которой коэффициенты А, В, С и Д или ВИСА самые лучшие. И после этого мы можем просто их подставить и уже использовать при игре искусственного интеллекта. Соответственно, в чем вообще суть искусственного интеллекта в этой игре? Чтобы подобрать лучшие параметры для того, чтобы получить лучший результат. То есть, как можно меньше строк осталось на экране. Также интересно, что, конечно, такие реализации уже есть. Из тех, что я видела, их уже две. Это на Java и на JavaScript. Один использует из них также эти четыре параметра, а другой использует семь параметров. Соответственно, если вдруг кто-то решит еще раз попробовать написать генетический алгоритм для этой игры, он может сам придумать, возможно, ему нужно будет 10 параметров. Но суть в том, что это действительно искусственный интеллект, потому что он может работать сколько угодно. То есть, мы можем просто написать while true и увидим то, что он будет работать бесконечно. И, например, когда один из вариантов включили на две недели, то он смог убрать больше 200 миллионов строк. Соответственно, это тот вариант, который как раз использовал эти четыре параметра. Так что это действительно очень хорошая идея, и я думаю, что стоит попробовать. Со своей стороны, мне было интересно не реализовывать еще один вариант тетриса. Мне было интересно, насколько можно улучшить тот результат, который есть. И как можно понять, что он действительно лучше. Ну, понять можно будет тогда, когда, например, на две недели тоже его можно будет опустить бесконечный цикл и посмотреть, сколько очков он получит. А как его сделать лучше? Например, посмотреть на наши параметры и, например, увидеть, что количество дыр здесь считается, например, единичные дырки. Но если у нас, например, будет дыра на 6 элементов, то нам уже недостаточно количества. Поэтому будет необходимо добавлять другие коэффициенты. Кроме того, генетические алгоритмы могут использоваться в совершенно других отраслях, не только в гейминге. Например, их действительно используют в биологии для того, чтобы сгенерировать какие-то данные. Также они используются в космических разработках. Также интересно то, что здесь есть второй вариант алгоритма. Это если вы хотите, например, написать искусственный интеллект, но не использовать генетический алгоритм, то второй наиболее распространенный вариант – это написать нейронную сеть, которая обучается с подкреплением. То есть она заранее знает, какие шаги были плохими, какие шаги были хорошие. И на основании этого она обучается, и дальше она знает уже, как поступать для того, чтобы получить максимальный результат в игре. Также генетические алгоритмы используются далеко не только в играх типа Тетриса. Например, есть интересная реализация игры Марио. Также всем известный динозавр в Хром, который появляется, если вы не подключены к интернету, для него тоже создан генетический алгоритм, который единственное, что в себе реализует не векторы, а в нейронной сети. И также интересно, что JavaScript является одним из достаточно популярных языков, на котором реализовывают генетические алгоритмы для игр, хотя бы потому, что многие игры являются веб-приложениями, и удобно писать их на том же языке, над которым они созданы. Ну, собственно говоря, наверное, про генетические алгоритмы и их использование это все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я буду рада ответить. Спасибо большое, Влада. Вопрос был в том, какие дополнительные три параметра в другой реализации игры, там, где их семь. На самом деле они не могут быть прям сильно другими, то есть это просто какое-то уточнение параметров, которые вот эти четыре, это самые обширные, и дальше можно, например, какой-то из них разбить на два. Ну, например, пусть это будет дыра, да, можно разбить это на высоту дыр и, там, не знаю, глубину, что-нибудь вроде этого. Ну, то есть каких-то отличительных других параметров конкретно в этой реализации игры нет. Можно комбинировать эти параметры, которые у нас есть, и делать разные вариации с ними. То есть, там, например, какой-то параметр умножить на два или перемножить их между собой, и это получится иногда очень интересная ситуация. Кроме того, так хотел бы дополнить, что очень часто меняется сам алгоритм генетического, ну, это сам генетический алгоритм, но три. Вот то, что ты рассказал, это классический случай у нас. И очень часто для решения задач тех же и второго и так далее меняются вот эти параметры отбора, например, мутаций и так далее. Не всегда есть 20%. Очень часто небольшое изменение, там, плюс-минус 5% может дать гораздо лучший результат. И, ну, как бы, каждая задача конкретно решается со своим генетическим алгоритмом обычно. Небольшое наполнение. Поэтому нужно всегда пробовать комбинировать. Ну да, то есть вообще хорошая идея, это когда алгоритм себя принимает какие-то константы, типа, сколько мне нужно использовать процентов для мутации или сколько здесь лекций, и потом аналитик, который пишет этот алгоритм, он должен подбирать эти параметры. Не всегда это получается с первого раза. Вот, и для каждой программы они действительно разные. Владислава, у меня вопрос. Параметр ширина поля или количество по горизонтали клеточек и по вертикали принимается как основной параметр? Или этот параметр не важен для расчета? Я думаю, что это не является первостепенным параметром. И, в принципе, во всех реализациях стараются придерживаться именно вот этого параметра, как бы основной игры в тетрадь, что есть 10-22. Ну и плюс у создателей этой игры есть своя страница на Википедии, там где в 10 страницах расписано даже, какая музыка должна играть во время игры. Поэтому многие люди, те реализации, которые я видела, они ссылаются на эту страницу и стараются сделать игру как можно близкой к задумке авторов. Окей, спасибо, поняла. У меня вопрос, что насчет логистической реверсии? То есть у нас есть какие-то параметры, да, есть коэффициенты, есть цельское значение, то есть это у нас количество основных, да? И, в принципе, мы можем сюда внедрить очень простую логистическую реверсию, которая все это пытается обработать, получение значительного. По предыдущим, скажем, результатам. Да, я думаю, это... Это будет быстрее. Да, я думаю, это хорошая идея. Ну, плюс можно, в принципе, придумать и, в общем, много других каких... Ну, не много других алгоритмов, но если несколько алгоритмов скомбинировать, то, наверное, результат гораздо лучше будет всегда, чем если только один какой-то использовать. Такая демка будет? Пока у меня еще не готова программа для того, чтобы показать. Ну, и плюс, как бы, я пишу именно часть генетического алгоритма, которая в себе, по сути, содержит просто внутри матрицу, которая заполняется значениями, единичка это, если это фигура, и нолик, если это пустое поле. Соответственно, как бы показать это, ну, наверное, не сильно будет понятно, что там происходит.